МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Эфир канала РЕН-ТВ. Продолжим я и мои коллеги с новостями телекомпании Анапа-регион. Сегодня в выпуске. На первом плане губернатор Кубани отметил ключевую роль Анапы в жизни края. Добро пожаловать в день открытых дверей в Анапском колледже сферы услуг. А сейчас обо всем подробнее. Губернатор Кубани Александр Ткачев провел рабочую встречу с мэром Анапы Сергеем Сергеевым. Главой региона интересовал вопрос подготовки курорта к предстоящему сезону. Пансионаты и отели Анапы уже забронированы практически наполовину. Об этом на рабочей встрече Александру Ткачеву доложил мэр города Сергей Сергеев. Он рассказал губернатору, что самый востребованный сегмент сегодня гостиницы с тремя звездами. В них в основном раскупают номера повышенной комфортности и люкс. По словам Сергеева, для большего притока туристов к началу курортного сезона расширяют также географию авиа и ЖД-перевозок. В свою очередь Александр Ткачев обратил внимание мэра также на состояние пляжей и чистоту на улицах города. Анапа – ключевой город в жизни нашего края. Живет более 100 тысяч человек. Безусловно, это курортный город. Со всех субъектов Российской Федерации приезжают гости и, конечно, дают оценку каждый день. Оценку, прежде всего, власти города, безусловно, и края. Особенно хочу обратить внимание на состояние пляжей. Естественно, их благоустройство, чистота. Я знаю, что эта работа достаточно прилично поставлена, но тем не менее, когда такое количество людей, я знаю, что порой тяжело, в общем-то, следить. Поэтому надо усилить и контроль, и, может быть, всегда добавить людей. Но город по-прежнему должен быть благоустроенным, быть чистым. В прошлом году в Анапе отдохнули более 4,5 миллионов человек. В этом сезоне гостей рассчитывают принять еще больше, рассказал Сергеев. Однако вместе с ростом числа туристов увеличивается и нагрузка на коммунальные сети. Особенно городских властей беспокоит проблема с энергоресурсами. В прошлом году все светильники на улицах курорта оснастили специальными сберегающими устройствами. Это позволило сократить потребление электричества практически на 30%. Благодаря этому аварийных отключений света стало значительно меньше. Но полностью решить вопрос с дефицитом электроэнергии так и не удалось. Единственный вопрос, который очень беспокоит, но мы решаем с вашей помощью эти проблемы, это, конечно, энергообеспечение, водообеспечение. Потому что такое увеличение количества отдыхающих, которое было в прошлом году, и мы планируем в этом, оно потребует от нас, ну, наверное, в ручном режиме управлять электроводоснабжением. Мы об этой проблеме с вами неоднократно не возвращались. Она требует больших капитальных положений и, к сожалению, быстро не решить ее. Но, тем не менее, хочу заверить вас, что мы не оставим город один на один с дефицитом по электроэнергии. Край будет и дальше софинансировать жизненно важные для города программы, пообещал Александр Ткачев. В том числе поддержит регион и строительство в Анапе канализационного коллектора. Его протяженность составит практически 11 километров. Это позволит разрешить существенную проблему. Кроме того, появятся запасные мощности для дальнейшего строительства новых пансионатов. Сквер «Боевой славы» переживает свое второе рождение. Хотя еще совсем недавно казалось, что на его реконструкцию необходимо гораздо больше времени и сил. Глаза боятся, а руки делают. Всего несколько дней назад в сквере «Боевой славы» еще лежали те огромные плиты, по которым в обуви на каблуках было очень неудобно ходить. Их должны были демонтировать перед началом укладки новой плитки. И главу города беспокоил вопрос, будет ли подрядная организация успевать к назначенному сроку. График производства рабочий. Значит, чтобы в субботе был график, не будем контролировать. Уже пора. Потому что потом будем дни считать. Глава был обеспокоенный отношением строителей к судьбе мемориальных плит, с именами ребят, погибших в локальных войнах. Но строители оказались современными и очень аккуратными. Подрядчик «Юфтехстрой» прекрасно понимает, на каком по значимости для города объекте они работают. Здесь была старая плита, большая, без железопитона. Поэтому нам пришлось ее раздробить и вывезти по ходатайству в поселок Воскресенск на цыпку дорог. То есть уже все согласовано. Вот. Здесь обещаем ближе к 20 апреля справиться в сроке, выложить исключительно только плиточку с бордюрами. Помимо нас, также вместе с нами работают зеленители. Все понимают значение этого места. Сделаем все качественно. Весь гектар зеленой парковой зоны сегодня задействован в реконструкции. Спилены десятки старых деревьев. На солнечной стороне сквера высажена аллея восьмилетних сосен и кленов. Зеленстрой стрижет кустарники, готовив газоны под укладку рулонов газонной травы. Автополив смонтирован. На днях завезут сюда и цветочную рассаду. Заместитель начальника ЖКХ Игорь Пархоменко заверил, что отставаний в работе пока никаких. На данный момент план график соблюдается полностью до дня. То есть ни отставаний нет, даже идем на несколько дней, то есть если точно, то на 4 дня с опережением. В данном ракурсе по укладке плитки. То есть работы, окончание работ полностью по ремонту парка, окончание запланировано до 5 мая. Все будет на высшем уровне. ЖКХ гарантирует? 100%. Работы по благоустройству и наведению санитарного порядка на курорте продолжаются. Ненастная погода, властвовавшая на Данапе в течение нескольких дней, внесла коррективы в график проведения ямочного ремонта дорог. В остальном все идет по намеченным планам. Ежедневно на уборку города выходит около 140 дворников и до 40 единиц техники. В предстоящую субботу будут дополнительно организованы работы на улицах Анапы, пляжных территориях и въездных трассах. Задачу к 1 мая навести порядок в городах и районах Краснодарского края поставил глава региона Александр Ткачев. Глава Анапы для своих подчиненных эту работу назвал приоритетной, дав ряд конкретных поручений. Их исполнение Сергей Сергеев контролирует лично, регулярно объезжая город и сельские населенные пункты. До 1 мая в надлежащее санитарное состояние будут приведены остановочные комплексы. В городской черте их около 90. В ночное время осуществляется мойка дорожного полотна. С возвращением солнечных дней продолжился ямочный ремонт дорог. Завтра традиционная санитарная пятница. На закрепленные улицы выйдут муниципальные служащие, сотрудники городских предприятий, общественники. Среди запланированного побелка деревьев, посадка цветов и кустарников, очистка при бордюрной части дорог. Принять участие в предстоящем субботнике мы призываем всех анапчан. Ведь забота о своем городе, своем хуторе или селе – дело каждого из нас. Майские праздники Анапы должна встретить полностью готовые к приему гостей. Дворник, оказывается, профессия современная, а для курортного города еще и самое важное и популярное. Сегодня в Чистой Анапе работают 82 дворника, и эта цифра не окончательная. Приходят люди, устраиваются на работу. Если раньше, к лету, к началу летнего сезона, апрель-май, уже прекращался поток людей, желающих устроиться к нам на работу, то сейчас это ежедневно 5-6 человек приходят и хотят работать. Потому что я считаю, что все-таки люди в курсе, они общаются с нами. Наши дворники, мы в том числе, мы доступны для жителей, люди разговаривают, общаются с нашими сотрудниками. Люди хотят работать на нашем предприятии. Руками дворников Чистой Анапы поддерживается порядок по всему городу. Весь город у нас, район Алексеевки, въездные трассы, это Симферопольское шоссе от россиянки до города, Анапское шоссе от города до станицы Анапской. И весь город, включая набережные, скверы. Наталья Борисовна надеется, что люди идут в дворники не случайно. Я надеюсь, конечно, что это так, что это профессия уважаемая, потому что я считаю, что у нас работают по-настоящему самоотверженные люди, которые готовы работать в любое время суток. По необходимости работаем и в ночь выходим. У дворников полный соцпакет, зарплата в зависимости от желания работать в 25 тысяч рублей. Они в красивой, форменной, очень удобной, теплой и практичной одежде. Ирина Владимировна Беликова – пенсионерка и в дворники пришла с удовольствием. Работать с метлой и граблями не стесняется. Пусть стесняется, которая не работает. Можете про свой график рабочий рассказать? Ну, вот в данный момент работаем с 6 утра и до 10 утра. А после перерыв обеденный. И после обеда с часа до 4. Как люди относятся к вашей профессии? Ну, по-разному. Всякие бывают. И злые, и добрые. И помогают. И помогают даже, да? Да. Ну, я не знаю, на Крымской там бабулька всегда мне помогает такая. А что она делает? Ну, говорит, я сама уберу здесь около своего дома. На помощь анапчан дворники надеются и рады ей всегда, но рассчитывают все-таки на свои силы. Поэтому предприятие покупает современную уборочную технику. Такие пылесосы можно теперь часто видеть на улицах города. А руки и добросовестное отношение к Анапе все-таки очень необходимы там, где приходится убирать газоны, скверы, розарии. Дань уважения и глубокой благодарности ветеранам. В станице Гостогаевское прошло награждение памятными медалями в честь 70-летия Победы ветеранов Великой Отечественной войны. 103 юбилейные медали красуются на кителях ветеранов. Гостогаевское сельское округа Глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр вручил награды участникам войны, труженикам тыла и узникам фашистских концлагерей. Для каждого из них это событие – еще один повод поделиться воспоминаниями. Когда началась война Николаю Перекатий, только исполнилось 18. Служил в Югославии, был пулеметчиком. Сильно ранен, все близкие считали, что он погиб. Но парень родился в рубашке. Его везли в яму, как погибшего. Он очнулся и был перевезен в госпиталь. Когда меня, значит, везли, санки каким-то образом переклонились, а я упал с санков. А женщина, женщина, я мужик, она грузила, не могла погрузить меня, плачет меня. А я встаю, говорю, я сейчас помогу тебе. Да, это истинная правда. Понимаете, я сам сел на санки, она смотрела и говорит, вы живы. После того, как немного подлечился, Николай Иванович отправился воевать в Японию. Он попал в 155-ю дивизию и дальше в Венгрия, Австрия, Румыния. Победу вот где вы встретили? Победу там же, в Австрии. Какая победа была. Победа была громкая и яркая. Признается, иногда тяжело вспоминать. Но одно слово «победа» разгоняет мрачные мысли и дает надежду. В Министерстве транспорта Российской Федерации создан штаб по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы. На федеральном уровне принято решение о том, что с 3 по 12 мая 2015 года инвалиды и участники Великой Отечественной войны могут воспользоваться бесплатным проездом. Льгота распространяется исключительно на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также одного сопровождающего. Бесплатный проезд предоставляется между субъектами Российской Федерации без ограничения числа поездок на всех видах транспорта, кроме такси. Для оформления бесплатного проезда необходимо обратиться в кассу по продаже билетов на железнодорожный, морской, внутренний, водный, воздушный или автомобильный вид транспорта. Проездный документ выдадут при предъявлении удостоверения инвалида или участника Великой Отечественной войны и паспорта. В Анапском колледже сферы услуг прошел день открытых дверей. Сотни будущих студентов спешат узнать условия и оценить свои шансы. На какие факультеты наибольший спрос узнала Рината Кадырова. Столпотворение в коридоре. Для гостей мастер-класс поваров-кондитеров. Шоколадное фондю, рыба в молочном соусе, картофельные роллы, греческий салат, но только не из овощей, как положено, из фруктов. Повара зовут учиться к себе. После того, как я закончил 9 класс, я поехал сюда. Я сразу же решил спросить о этой профессии. Мне показали, какое здесь оборудование. То есть нам здесь все предоставляет колледж. Александр Смирнов сейчас на втором курсе. Профессию выбрал осознанно. С самого раннего детства любил готовить. Повар, говорит он, профессия творческая. Сам выбираешь, сколько добавить специи, как украсить блюдо. Блюдо, которое представил Александр, насмотр абитуриентам. Фаршированный карп. С 8 часов и где-то в 12 я уже его сделаю. Я не спеша это делаю. Там просто фарш из мяса и шпинат. Все, больше туда ничего не входит и получается очень вкусно. В колледже учат востребованным и важным профессиям. Подготовка специалистов среднего звена. Именно эти кадры обеспечивают работоспособность экономики в стране. Предприятия дают возможность пройти практику. Анапе, как курортному городу, нужны повара, нужны кондитеры, нужны продавцы, нужны сварщики. Нужны специалисты, которые будут обеспечивать градостроительную деятельность. Абитуриентам показали мастер-класс по сварке, работу отопительной системы. Побывали гости и в студенческом кафе, где попробовали блюда от будущих поваров. Потенциальные студенты могли познакомиться не только с профессиями, но и увлечениями ребят. Сейчас в колледже учатся более 800 студентов. И это все новости на сегодня. А далее прогноз погоды. Здравствуйте. Прогноз погоды на пятницу снова обещает нам дожди и сильный северо-восточный ветер. До 10-11 метров в секунду. Температура воздуха немного повысится. Еще утром будет холодно, однако к полудню столбик термометра поднимется до 10 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление всю последнюю неделю резко меняется. Наверняка вы уже отметили его скачки по собственному самочувствию. Будьте внимательны к своему здоровью и друг другу. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова